Добрый день, братик! Ты вот тут прислал мне реплику от собака Рус Форсерс. Путину нет смысла общаться с наркоманом, спецоперация дойдет до Львова. Это уже не Путин решает. Народ России, какой шорох, по мирным стрелять. Собака Рус. Я сам из России. И никакая спецоперация, ну, если только в твоем сне дойдет там до Львова, вот. Скорее всего, его спецоперация закончится в Москве, и Зеленский на самом деле подпишет капитуляцию, которую значит подаст ему Путин. Либо те, кто будет замещать его в это время, на тот момент. Российская армия покрыла себя таким несмываемым позором, что я даже не представляю, такого на этом свете еще не было. И те, кто носит, конечно, российскую форму и продолжает ее носить, я, конечно, этим людям не позавидую. Больной, нищий, обманутый русский солдат, да, увидев сияющие унитазы украинских домохозяек, работающие стиральные машинки, большие плоские телевизоры, просто про все, забыл про все свои, значит, идеалы, которые он пошел отстаивать с оружием в руках, да, и занялся мародерством и насилием. До такого даже не опускались там какие-нибудь талибан, или вообще даже, я не знаю, это вообще низ, дно. Поэтому собака рус до Зеленского Путина просто уже не дотянуться никогда в жизни. Он слишком высок для Путина. Так что в этом мире, если кто-то и подаст Путину руку, это там, я не знаю, какая-нибудь непризнанная Южная Осетия, или там тот же талибан, да. А то, что Эрдоган там еще с ним встречается, или продолжает разговаривать, ну, это просто перестраховка, понимает, да, что когда обезьяна руководит ядерной кнопкой, надо соблюдать какую-то элементарную человеческую осторожность. Да, и видимо, вопросы еще там с этими химическими помидорами, да, которые, значит, россиянам продают, тоже надо как-то закрывать, ведь деньги-то немалые.